Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать, и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Орден Франциска Скорины вручен коллективу мирального комплекса «Брестская крепость-герой». В городе над Бугом прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летию исторического мемориала и 65-летию Музея обороны. Этот мемориал будет жить в веках, подчеркнул глава Кабинета министров Республики Беларусь Роман Головченко. Молодежь празднует юбилей Брестской крепости и Музея обороны торжественно. В мемориальном комплексе прошло посвящение школьников разных возрастов в октябрятые пионеры, а также дружеская встреча участников стройотрядовского движения Белорусского Республиканского Союза молодежи и российских студенческих отрядов. Экологическая тропа на территории Петровичского лесничества приглашает. Людмила Логодич вместе с идейными вдохновителями, координаторами и теми, кто воплощал этот удивительный проект, прошла по уникальному объекту. В Бресте прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летию мемориала «Брестская крепость-герой» и 65-летию Музея обороны. Это священное место, исторический памятник, огромный музей под открытым небом на легендарной Берестейской земле за полвека посетили более 25 миллионов туристов из 140 стран мира. А заслуга восстановления памяти героев крепости во многом принадлежит писателю и историку Сергею Смирнову. В 1955 году он публикует героическую драму «Крепость над Богом». В 1956 году выходит документальная повесть «Брестская крепость» на экраны мира художественный фильм по сценарию драматурга и киносценариста Константина Симонова «Бессмертный гарнизон», получивший почетный диплом Международного кинофестиваля в Венеции. О «Бессмертной цитадели» узнает весь мир. В 1965 году крепости присвоено звание «Крепость-герой». В 1971 году она становится мемориальным комплексом. И все 50 лет в «Крепости-герой» работают люди, которые фанатично преданы ей. Были и остаются хранителями самой ценной реликвии нашей истории и памяти. За значительные достижения в сохранении исторического наследия, увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании, а также в связи с 50-летием со дня основания мемориальному комплексу был вручен орден Франциска Скорины. В мероприятии принял участие премьер-министр Беларуси Вадим Головченко. В жизни каждого народа случаются события, которые оставляют незабываемый след. Самый жуткий и внушительный оставила Великая Отечественная война на нашей земле. Ее в буквальном смысле вытоптал немецкий сапог, смешал с пеплом и кровью наших солдат. Это время геноцида, грабежа и насилия, время сотен концентрационных лагерей, время смерти. А началось все с нее, с обороны Брестской крепости. Для увековечения подвига защитников на ее территории 50 лет назад и был создан мемориальный комплекс. Весь архитектурно-скульптурный ансамбль мемориала просто кричит о той войне. Один лишь взгляд на уникальные монументы заставляет окунуться и прочувствовать всю боль людей, сражавшихся здесь в те страшные годы за мир, наш общий мир. И все, что мы просто обязаны делать сейчас, это быть бесконечно благодарными за эту возможность жить на своей земле. Именно поэтому в знак благодарности мы продолжаем приходить и класть цветы к Некрополю, где покоятся с миром герои одного из первых и самых трагичных сражений той войны. В эту особую дату 50-летия мемориального комплекса Брестская крепость Герой возложить цветы и поклониться павшим героям приезжают тысячи людей. Отдать дань героическим воинам, сражавшимся за Брестскую крепость и Родину, возложить цветы к вечному огню и почтить память защитников цитадели минутой молчания прибыл премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В первую очередь для всех жителей бывшего Советского Союза, то есть государств участников СНГ, крепость имеет особое значение. Насколько я помню, здесь сложили головы воины более 30 национальностей, если я не ошибаюсь. Но это, где бы мы ни бывали, в командировках служебных именно в странах СНГ, когда говорят «Беларусь», в первую очередь приходит у них всегда несколько ассоциаций. Это Беларусь, Брестская крепость, город Минск. То есть это один из символов страны, с которым прочно ассоциируется наша республика. Ну и, конечно, он широко известен и за рубежом, потому что мы знаем, что до пандемии его посещало, по-моему, порядка 400 тысяч человек ежегодно. Из них большое количество – это иностранные гости. Находясь в Брестской крепости, глава кабинета министров Беларуси Роман Головченко посетил и областной молодежно-патриотический центр, который располагается на Кобринском укреплении. У нашей нации патриотизм в крови. Немаловажную роль с самого раннего детства играет патриотическое воспитание. Все мы знаем, что научить проще не на словах, а на деле, на примере. Именно с этой целью в 2018 году был создан этот центр. За год его посещают около одной тысячи школьников. На его базе ребята занимаются в кружках, участвуют в учебно-тренировочных сборах и культурно-массовых мероприятиях, а также отдыхают и обучаются в лагере «Патриот» на каникулах. Основные вопросы, которые мы здесь даем детям, прежде всего, общение друг с другом – раз. Второе – уйти от современных гаджетов и работать чисто с друг другом. Третье – это, конечно, приобрести определенные навыки, будем говорить, по военно-прикладным предметам. Четвертое – изучить или вспомнить исторические моменты в нашей жизни. Потому что есть три основных элемента. Помнить то, что было, ценить то, что есть. И четвертое – созидать и защищать будущее. Вот этому мы их и учим. Ныне существующий патриотический центр – это только начало. В дальнейшем, как сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, этот проект будет увеличиваться в масштабах и выходить на совсем другой уровень – республиканский. Сейчас он функционирует в таком пилотном, что ли, проекте. Всего один корпус, который был отреставрирован в форте. И в основном в нем занимаются ребята Брестской области. Но принято решение концептуальное о создании республиканского центра, чтобы дети, подростки всей страны могли провести здесь определенное количество времени. То есть это, условно говоря, аналог белорусского нашего оздоровительного центра «Зубрёнок». Только вот такой вот в военно-патриотической направленности. И буквально сейчас в правительстве обсуждается проект указа главы государства о создании такого учреждения, о его финансировании, сроке строительства. Это будет масштабный проект. По случаю 50-летия мемориала «Брестская крепость-герой» в Брестском академическом театре драмы состоялся торжественный вечер, где премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил выставку, посвященную этой особой дате. Самой большой наградой и действительно заслуженной для работников мемориального комплекса стал орден Франциска Скорины, который вручил коллективу мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» премьер-министр Беларуси. Узнагородить державную установу мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» орден Франциска Скорины. Мы немало сделали, но я думаю, что будущим поколениям есть что сделать и реализовать еще больше планов, чем за эти 50 лет. Планов у нас на самом деле много. Я как руководитель вижу одну из, наверное, важнейших задач, чтобы вся наша территория или территория всей нашей Брестской крепости была хотя бы в том состоянии, как наш мемориальный комплекс. Хотя бы. Хотя это тоже, я говорю, это не идеально, безусловно. Далеко не идеальное состояние. Надеемся продолжить работу, но уже, конечно, больше эта работа будет связана с консервацией, с капитальным ремонтом. Ну и, возможно, один из вариантов, мы надеемся, это уже будет не музификация, а может быть, каким-то образом, еще это только в планах, безусловно, отразить на территории мемориального комплекса один из, наверное, тяжелейших моментов во всей войне. Это скорбь матерей и женщин, которые потеряли своих мужей, сыновей на фронтах войны, ну и, конечно, и в нашей Брестской крепости. Мемориальный комплекс отмечен наградой, указом президента за значительное достижение в сохранении исторического наследия, увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании детей и молодежи. Роман Головченко зачитал приветственный адрес президента коллективу мемориала. Вместе с миллионами посетителей из ближнего и дальнего зарубежья, побывавших в мемориале за полвека, мы склоняем голову и мысленно говорим спасибо каждому воевавшему здесь за жизнь и чистое небо над головой. Убежден, ваша деятельность, направленная на сохранение правды о Великой Отечественной войне и роли в ней нашего народа помогает воспитывать активных патриотов, истинных патриотов. Также поздравительное письмо коллективу Брестской крепости героя направил президент России Владимир Путин. Документ зачитал генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин и передал директору мемориального комплекса Григорию Басюку. Брестская крепость является важнейшим памятником тем, кто первыми встали на пути насильских захватчиков, зримым символом их мужества, самоотверженности и несгибаемой воли. В наших странах святочки от подвиги отцов и дедов и никогда не забудут о тех жертвах и лишениях, которые выпали на их долю. Продолжился торжественный вечер праздничным концертом, где лучшие голоса города и страны исполнили песни для зрителей. Великая Отечественная война и оборона Брестской крепости – это та страница истории, которую мы, белорусы, совершенно точно никогда не перевернем. Ведь случись такое, мы потеряли бы свое лицо, свою самоидентичность. Останется незыблемым одно – во имя будущего мы помнили, помним и будем помнить подвиг наших предков. Да, действительно, есть такие места на земле, величие которых кроется не в архитектуре и монументальных сооружениях, а в героическом подвиге, удивительной силе духа и стойкости, любви к родине и самопожертвованию, которым нет равных. Чтобы понять самую суть нашего народа, достаточно из всех туристических мест посетить лишь одно – Брестскую крепость-герой. Здесь каждый полуразрушенный кирпич, ржавый снаряд, выцарапанная перед смертью надпись, расскажет больше о нашей истории, нежели тысячи снятых кинофильмов и написанных книг. В этом году мы празднуем 50-летний юбилей открытия крепости и 65-летний юбилей Музея обороны. На торжественном награждении сотрудников мемориала побывала и наша съемочная группа. На кадрах хроники 50-летней давности открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Своим долгом тогда приехать сочли тысячи людей со всего СССР, среди которых защитники Брестской крепости, члены семей погибших, руководство республики и лично Петр Миронович Машеров. Но немногие знают, что 15 годами раньше здесь уже был открыт Музей обороны Брестской крепости. Символично, что в одном из его залов накануне юбилея мемориала награждали тех, кто долгие годы сохраняет наследие для потомков. Я сегодня хочу высказать искренние слова благодарности и признательности работникам мемориального комплекса, потому что это люди, профессионалы своего дела, люди, которые являются хранителями и носителями великой истории. И за это им низкий поклон. Потому что благодаря им те люди, а их миллионы. Мы просто взяли статистику. За 50 лет Брестскую крепость посетила более 25 миллионов человек со 140 стран мира. И благодаря разному поколению работников, экскурсоводов, руководителей, люди знают правду. История музея обороны Брестской крепости начиналась в далеком 1956 году с трех залов с экспонатами из фондов Краеведческого музея. А сегодня их уже 10. И на площади в 1270 квадратных метров представлено около 4000 экспонатов. Огромная заслуга в сохранении памяти подвига героев, безусловно, принадлежит коллективу музея, а также всего мемориала разных поколений, преодолевших этот долгий путь. Я полагаю, что наш коллектив прошел его очень достойно. Не только нынешний состав коллектива и мемориального комплекса, а в принципе все предыдущие поколения. Это, наверное, уже более тысячи сотрудников прошло за это время. И, конечно, я только могу сказать огромное спасибо всем за то, что было сделано в мемориальном комплексе, за то, что сделали все поколения. Ну, а мы будем продолжать эту благородную миссию по сохранению исторической памяти, по вековечению памяти защитников нашего Отечества. Брестская крепость – это место, которое я с детства посещал, у меня отец здесь работал. И так вот с детства как-то получилось, что я врос в эту тему, а Брестская крепость в меня. И поэтому сложно представить жизнь без крепости. Нужно представить патриотическое воспитание молодежи тоже без этой темы. Но награда, которую я сегодня получил, это еще стимул для того, чтобы еще лучше работать и отдавать свои силы на защиту правды о Брестской крепости. В этот день вручали цветы и почетные грамоты. Много теплых слов благодарности прозвучало в адрес сотрудников и от руководства города и области. Ведь Брестская крепость – то место, которое объединяет поколения. Одним царапает душу, у других вызывает слезы, у третьих – гордость. Но никого не оставляет равнодушным. Я сегодня уполномочен от Брестского областного исполнительного комитета, от Брестского городского исполнительного комитета, конечно же, и от Совета депутатов городского областного тепло-сердечно поздравить всех вас с замечательным юбилеем, 50-летием открытия мемориального комплекса Брестской крепости «Герой». Вы знаете, мне повезло в далеком 71-м году 11-летним, скажу так, пацанам, да, и учащимся в день открытия мемориала присутствия Брестской крепости. Прошло очень много времени, но крепость вошла в душу и сердце настолько, что сегодня трудно подобрать те слова, чтобы оценить ту роль, которую сыграла крепость в воспитании и нашего поколения, и в воспитании нынешней молодежи. Вы делаете очень важное, нужное дело, и за это вам огромнейшее-огромнейшее спасибо. Спасибо и тем, кто сделал возможным наше сегодня светлая память героям, которые заплатили за это самую дорогую цену. К праздничным мероприятиям в честь 50-летия со дня открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» присоединилось много общественных организаций. Особенно ценно, что подключилась молодежь, от самых маленьких школьников до студентов. У белорусов есть одна отличительная черта – мы невероятно ценим и чтим прошлое. Именно поэтому уже с раннего возраста наши дети знают о подвиге их прадедов, о непростой судьбе их Родины, о мужестве и отваге, об истинном милосердии. Именно поэтому прошедшие накануне в стенах мемориального комплекса посвящение школьников разных возрастов в октябрятые пионеры, а также дружеская встреча участников стройотрядовского движения Белорусского республиканского союза молодежи и российских студенческих отрядов были так символичны. Пионерия Брещины присоединилась к праздничным мероприятиям в честь 50-летия со дня торжественного открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В музее войны «Территория мира» состоялась торжественная линейка, в которой приняли участие 60 участников. Это ребята из Стриговской средней школы Кобринского района, ученики второй средней школы из города Жабенко и учащиеся Брестской восьмой средней школы. В этот день 15 ребят вошли в ряды октября, а 35 ребят стали пионерами. И 10 школьников перешли на новый уровень, стали членами БРСМ. Очень важно, что мы сегодня вместе с нашими молодыми ребятами, которые делают, по сути, свой первый шаг в общественное объединение, вступают в ряды белорусского республиканского пионерской организации, это мероприятие проходит на территории Брестской крепости. Молодые люди, наше подрастающее поколение, принимают и вступают в ряды таких крупных конструктивных объединений, которые призваны консолидировать молодых ребят, детишек, с тем, чтобы воспитать их в патриотическом русле, воспитать будущих патриотов и тех молодых ребят, которым через 5, 10, 15 и 20 лет предстоит защищать основы нашей государственности, нашу историю и быть достойными последователями своих родителей. Когда ребенок вступает в любое объединение, это уже команда, это в первую очередь приобретает новых друзей, конечно же, может реализовать какие-то свои идеи при поддержке друзей, педагогов, пионерской дружины. Поэтому если ребенок активный, если у него есть какие-то свои заветные желания, мечты, даже самые необыкновенные, придя в нашу организацию, он может на совете дружины, просто на сборе дружины, просто рассказать, предложить, например, провести какую-то акцию, подготовить какое-то дело, может быть, какую-то благотворительную, какую-то интересную миссию выполнить. Здесь его обязательно поддерживать, обязательно помогут и взрослые, и педагоги, и родители, которые находятся рядом с нашими ребятами. Дети сами по себе самые чистые люди на земле. Их сердца еще не успели очерстветь в ответ на разные жизненные обстоятельства. Их мысли и желания где-то наивны, а где-то так по-детски сказочно невероятны. Но вот что здорово, и чему точно стоит у них поучиться, так это надежда на светлое будущее. Какое у тебя настроение сегодня? Хорошее. А почему? Потому что я сама петебенка. В смысле в том, что петебенок должен быть хорошим, он должен всех защищать, друзей, своих родных, должен быть хорошим учеником. Линейка дала старт традиционным посвящениям в ряды пионерской организации у героических и памятных мест Брещины. Мы признательны Белорусскому республиканскому союзу молодежи, областному комитету БРСМ за то, что эта церемония проходит сегодня у нас здесь, в Брестской крепости, в год 50-летия открытия мемориального комплекса. Ровно 50 лет со дня открытия мемориального комплекса, который посвящен действительно памяти защитников Брестской крепости. Тех, кто отдал жизни за то, чтобы над нашей страной было мирное, светлое небо. Чтобы вы, ребята, ваши мамы, папы, дедушки, кто еще жив, прадедушки, были счастливы. Еще одним событием к 50-летию мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» стала дружеская встреча участников стройотрядовского движения Белорусского республиканского союза молодежи и российских студенческих отрядов. В рамках Всероссийской трудовой патриотической акции «Поклонимся великим тем годам» стройотрядовское братство двух стран собралось вместе. Молодые люди навели порядок на некоторых территориях крепости. На самом деле с Белоруссией у нас отдельная любовь. Мы всячески стараемся поддерживать отношения. Это наше союзное государство. Ребята приезжали к нам буквально в апреле, участвовали в международном строительном чемпионате. Ребята из Белоруссии также принимали участие в российской студенческой стройке «Кузбасс-300» и даже стали победителями по сумме всех показателей. Это именно белорусский отряд. И после таких мероприятий очень часто остаются друзья, ребята, с которыми дальше происходит какое-то общение в интернете. И на мероприятиях, когда они видятся, также очень тепло встречают друг друга. Поэтому мы с радостью приезжаем к вам и всегда с радостью зовем белорусских представителей, студентов к нам. Нам еще жить и жить. И без прошлого мы ни в коем случае не можем сделать шаг в будущее. Как сказал один великий философ, одна нога должна оставаться на месте, а вторая должна идти вперед. То есть мы должны заниматься не только реформированием, но и закладывать в свои поступки опыт прошлого. Российская трудовая патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам» направлена на сохранение и развитие патриотического отношения к героическому прошлому среди молодежи. В рамках акции проходит уборка, очистка памятников и мемориалов, поздравления и оказания необходимой помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Смысл акций близок к белорусским студентам. Это именно то, чем занимаются и они на территории нашей страны. Весьма символично, что сегодня здесь, в Брестской крепости, и белорусская, и российская молодежь. У нас общая история, общая культура. И очень приятно, что мы сегодня даем очередной сигнал, что в вопросах переписывания истории, в вопросах сохранения памяти, мы едины. Мы не допустим вопросов переписывания истории. И в целом, сегодня российско-белорусское сотрудничество по линии студенческих отрядов, оно активно развивается. Второй день в Бресте студенты из России и белорусские студенты провели тоже вместе. Возложили венки и цветы к вечному огню. Минуты молчания отдали дань прошлому и трагически павшим героям, сражавшимся в те годы за наш общий мир. Брестская крепость Герой Музей обороны – это живой организм, который не стоит на месте. Активно пополняя свои фонды и расширяя экспозиционные площади, они превратились в одно из известнейших посещаемых мест Беларуси. Вы по праву являетесь хранителями времени, сохраняя не только историю, но и память. Желаем вам значимых проектов, интересных мероприятий, новых экспонатов, необычных экспозиций и заинтересованных посетителей. Пусть любое ваше начинание найдет отклик, понимание и любовь. С юбилеем вас! Умение быть благодарным – одно из самых важных качеств в характере человека. И не всегда оно рассматривается с точки зрения отношения людей друг к другу. Насколько легче живется тем, кто видит во всем что-то позитивное и испытывает благодарность за, казалось бы, такие мелочи. Хорошую погоду, распустившийся на окне цветок, улыбку незнакомого малыша. Вы спросите, почему мы говорим сегодня о таких философских понятиях? Отвечаем. Очередная неделя подарила миру праздник – Международный день благодарности. Идея его празднования принадлежит активистам ООН, однако посылы и значимость даровали дате безграничность, и теперь ее с удовольствием встречают в разных уголках мира. В честь Дня Благодарности мы решили рассказать вам о буднях очень важного учреждения для Брещины – областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. О тех, для кого искренняя благодарность, не пустой звук – наш следующий сюжет. Сегодня в кабинетах областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посетителей пациентов не так много. Учебный год в учреждении начнется только на следующей неделе, а консультации детей и родителей проходят в закрытом формате. Пандемия дает о себе знать. Достаточно монотонную внутреннюю обстановку разбавляют фотографии учеников и побед воспитанников и педагогов. Такие яркие и такие необычные. Каждый из них – не просто снимок. Это очередной шаг вперед, который для особенного ребенка делается непросто, но в памяти остается навсегда. Процесс социализации детей с тяжелыми множественными нарушениями он виден на лицо. Особое внимание мы уделяем социальной инклюзии. И мы очень ярко наблюдаем, когда ребята, которые впервые попадают в центр, пугаются окружающих, пугаются шума, пугаются каких-то предметов. И буквально через год-два эти ребята уже могут выступать на сцене. За долгие годы работы книга пожеланий и благодарностей центра полнится теплыми словами и искренними душевными переживаниями. Ведь они принадлежат тем, кто из опечаленных родителей превратился в активных личностей, потому что они не одни такие. Столкнуться с бедой всегда сложно. Но когда ты знаешь, что рядом есть такие же люди, а еще есть помощь, есть поддержка, есть вера, все преодолевается намного легче. Мы особое внимание уделяем детям раннего возраста и их семьям. Сам процесс коррекционно-педагогической помощи детям раннего возраста заключается прежде всего в том, чтобы научить родителей правильно организовывать помощь своим деткам, потому что у нас только два раза в неделю занятия проходят. И нам очень важно, чтобы родители были нашими сторонниками, союзниками. Мои занятия проходят всегда обычно в присутствии родителей. Я стараюсь обучать родителей, потому что два дня, которых я занимаюсь с детьми здесь в областном центре, у нас вот такая специфика работы, они не дадут результата того, который нужен родителям. Поэтому моя задача научить родителей, часто вот самое сложное, дать, объяснить родителям, чтобы они работали дома. Поэтому я всегда рядышком родителей показываю, объясняю. Ну, они, конечно, всегда говорят, что дети не слушают меня. Я говорю, все, будут слушать и делать то же самое. Попробуйте, рядышком вставлю, мы вместе с родителями делаем, и потом показываю, какой результат. С тем, кому нужна консультация, специалисты общаются и благодаря современным технологиям. Не всегда в ситуации нужна конкретная систематическая поддержка педагога. Пройдя курс коррекционно-развивающего обучения, родители сами становятся в некотором роде специалистами. Но спросить совета они идут к тем, в ком уверены. А иногда просто звонят, чтобы сказать спасибо. Спасибо вам огромное за ваш нелегкий труд, за огромное терпение, за педагогический талант и безграничная любовь к детям. Я желаю вам дальнейших успехов. Я знаю, что вы со всем справитесь, вы у нас молодцы. И спасибо вам огромное, что вы есть. Очень приятно всегда с вами и созваниваться, и вот с Любовью Александровной мы часто просто созваниваемся и беседы. Спасибо вам, родные вы наши. Не всегда проблемы у ребенка глобальные, но существуют нюансы, в которых нужна консультация и помощь. Несколько лет на занятиях специалистом областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации приходил внук Ирины Всеволодовны. Были проблемы с речью. Но уже в сентябре мальчик пошел в первый класс, и его общительность и обаяние не оставляют равнодушными никого. Ребенок, слава богу, уже разговаривает, пошел в первый класс, читает, все, как бы проблема у нас основная снялась. Поэтому очень бы хотела сказать слова благодарности вот этим открытым людям за их искренность, за терпение к деткам, потому что к ним действительно вот индивидуально нужно подходить к каждому. И самое главное о том, что дети раскрываются перед ними, сразу видя, что... то есть не зажимаются, потому что дети с какими-то вот... ну, все-таки отклонениями, когда есть какие-то, что-то не получаются, они боятся. А здесь вот эта искренность и любовь, открытые сердца этих людей сразу показывают, что вот дети идут к ним. Самый главный тест на профессиональную пригодность для работы в системе специального образования заключается в том, чтобы найти в себе мужество и силы подойти к ребенку с тяжелыми нарушениями, взять его за руку, посмотреть в глаза и принять единственно верное решение – быть с ним рядом в эти минуты. В этом уверены и администрация, и специалисты центра. Невролог сына поставила задержку речи, и необходимо было куда-то идти. Ну, так как территориально ближе было сюда, то мы обратились сразу в областной. И специалисты помогли, направили к нужным еще другим специалистам. Это были и массажисты, и какие-то психотерапевты. Ты понимаешь, что не каждый человек может оставаться в системе специального образования, но парадокс – кто пришел сюда, тот остается. Потому что, наверное, ты другими глазами смотришь вообще на жизнь, ты начинаешь ее по-другому ценить. И вот ребята, особенно у которых тяжелая форма инвалидности, они учат, вы знаете, вот какому-то терпению, мужеству. Они, знаете, они более искренние, они какие-то очень настоящие, они не умеют кривить душой. И это настолько подкупает. И ты понимаешь, что если ты можешь помочь этому ребенку хотя бы вот, ну, маленький шажочек в жизни совершить, для него это такая большая радость. Просто вот ты заражаешься вот этой радостью, радостью маленьких побед. Навык социализации в обществе не всем дается с рождения. Кто-то приобретает его уже по пути жизни. И это отличный повод, чтобы задуматься о благодарности. Когда имеешь что-то сразу и просто, ценишь это меньше. А то, что достается с трудом, пусть это будет самое простое действие, но оно будет казаться более глобальным. Жизнь состоит из важных мелочей. И это показывают своим трудом работники регионального центра коррекционно развивающего обучения и реабилитации. Проводя различные мероприятия, они учат своих подопечных социализироваться, а окружающих их людей быть благодарными жизни, что есть возможность получать такие уроки и помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Поговорим о безопасности. С приходом осени сократился и световой день, а следовательно водителям с наступлением сумерек становится все сложнее разглядеть движущегося по краю проезжей части пешехода. Чтобы избежать страшных последствий, сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами. С 24 сентября по 3 октября на территории Беларуси организована профилактическая акция «Пешеход», в рамках которой проходят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением правил дорожного движения данной категории. В одном из таких рейдов побывала и наша съемочная группа. Фликер – это чтобы видно было, что в темноте. А ты носишь фликер с собой? Нет. А почему? У меня просто нету фликера. То есть ты сегодня довольна результатом акции? Да. Давайте признаемся, большинство из нас не носят световозвращающие элементы, но только ребенок способен честно об этом сказать. А ведь наличие такой маленькой вещи может спасти любого из нас от большой беды. Об этом не устают говорить пешеходам сотрудники госавтоинспекции. Выбрали именно гершоны сегодня. Почему? Потому что у вас здесь нет практически тротуаров, и очень часто пешеходам приходится идти по краю края же части. Правильно? Вы знаете, что двигаясь по краю края же части, в стояком достаточной видимости, либо в темное время суток необходимо обозначать себя световозвращателем. Есть у вас световозвращатель? Ой, где-то был, да, наверное. Может и нету, даже сегодня. Вот, видите, нет. Сегодня мы вам подарим, для того, чтобы вы были в безопасности, вам тематическая листовочка, для чего нужны световозвращатели, и как на самом деле они работают. Это очень важно. Если вы ехали в салоне транспортного средства, или водитель сама являетесь, вы, наверное, знаете, как на самом деле хорошо виден человека, который имеет световозвращатель. С начала текущего года с участием пешеходов на территории Брестской области зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие. В результате 18 человек погибли, и 54 получили травмы различной степени тяжести. Практически в каждом втором ДТП виновником явился сам пешеход. В связи с уменьшением светового дня, ухудшением погодных условий, возникает вопрос использования световозвращающих элементов первыми участниками дорожного движения. Ведь каждый водитель поддерживает мои слова в том, что намного лучше видно человека, который обозначен световозвращателем в темное время суток либо в условиях недостаточной видимости. Поэтому госавтоинспекция обращается ко всем пешим участникам дорожного движения, к велосипедистам с призывом о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Перед переходом проезжей части убеждайтесь в безопасности перехода, а в темное время суток не забывайте про использование световозвращающих элементов. В ходе рейда выяснилось, что именно водители подают хороший пример пешеходам. Они хорошо понимают, что лучше прикрепить маленький элемент к крюкзаку, чем всю жизнь сожалеть о том, что однажды не сделал этого. Как со стороны водителя я немножко знаю, очень сложно различить, допустим, человека на проезжей части именно в темное время суток. И это важно скорее не самому водителю, а пешеходу. Когда едешь в машине, особенно сейчас, в осенний период, все кругом серое, людей вообще не видно, идут по обочинах, это вообще страшное дело. Поэтому, конечно, фликер обязательно. Предыдущий по краю проезжей части пешеход становится видимым для автомобилиста в лучшем случае за 25-30 метров. Это расстояние при скорости движения 90 км в час автомобиль проходит за одну секунду. Слишком мало для принятия каких-либо мер. Согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, за нарушение правил дорожного движения пешим участникам грозит предупреждение либо наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Если же при этом пеший участник находится в нетрезвом состоянии, то штрафная санкция суровее от трех до пяти базовых величин. Также госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств. Если они видят, что пешие участники дорожного движения либо велосипедисты грубо нарушают правила дорожного движения, либо находятся на проезжей части в нетрезвом состоянии и создают угрозу безопасности дорожного движения, не оставлять такие факты в стороне, а звонить по телефону 102. Профилактическая акция «Пешеход» продлится до 3 октября. Но следует помнить, что только вы сами и никто другой несете ответственность за свою жизнь и здоровье. К другим темам. Заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы. Все это задумано человеком и с благой целью – сохранить и сберечь для потомков красоту и первозданность самых прекрасных мест и объектов белорусской природы, раскрыть и донести ценную информацию о ее многообразии и неповторимости. Одним из таких мест стала экологическая тропа на территории Петровичского лесничества. Работы по реализации проекта прошли в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина-2014-2020». И совсем скоро состоится официальное открытие туристического природного маршрута. Вместе с идейными вдохновителями, координаторами и теми, кто воплощал этот удивительный проект, прошла по замечательной экологической тропе и съемочная группа телеканала БУК-ТВ. О виденном спешим поделиться с вами. Помочь человеку лучше понять окружающий мир, пронюкнуть в тайны живой природы, прикоснуться к ее красоте и узнать о ценности каждого представителя флоры и фауны заповедного уголка – вот основная цель экологической тропы, расположенная на территории Петровичского лесничества. Отправляясь в путешествие, посетители погружаются в сказочный мир духов природы. Благодаря мифологической теме, проходящей через маршрут. Нас по тропе будут сопровождать духи, а главным хозяином тропы и леса, Дубравы, которая находится за этим стендом, является Петрович. Ну почему Петрович? Петровичское лесничество, деревня Петровичи, дуб Петровичский. Поэтому само по себе напрашивалось, чтобы это было обыграно в названии тропы. Ну и вот этот самый Петрович, который встречает всех посетителей тропы и знакомит с разными духами. Некоторые из них представлены здесь на стенде. Это духи, которые населяли леса, которые населяли болота. Всего на маршруте протяженностью 1,8 км расположено 10 стоянок, каждая из которых посвящена отдельной теме. Здесь собрана увлекательная информация о многообразии растительности обитателей Дубравы. Помимо возможности получить ценные знания об окружающей природе и ее обитателях, удивительных явлениях и процессах, которые в ней происходят, на каждой из тематических площадок посетителей ждут замечательные инсталляции с дерева и кованых элементов. В каждую композицию автор Александр Чумаков вложил душу и свое неповторимое мастерство. Я думаю, что через металл можно выразить не только свою душу, можно выразить себя целиком, от макушки до пяток. Скажи, что ты умеешь делать, я скажу, кто ты, если так перефразировать известную фразу. Сложность в том, что человек должен это видеть, что он собирается делать. Причем видеть внутри себя, сразу в голове, понимать, что из этого. Многие пройдут мимо и не обратят внимания на исходный материал, из которого делается потом какое-то произведение. Я вам точно гарантирую, что по экологическим тропам, которые созданы на территории Беларуси, это самое насыщенное и самое разнообразное и интересное по сложности, по материалам, привлеченным к изготовлению, используемым в изготовлении этих инсталляций, и по задумке, потому что трудились здесь и художники, и проектировщики. Очень серьезно подошли к этому вопросу. Проделана очень колоссальная работа. В результате мы получили очистные, построенные и уже введенные в эксплуатацию очистные сооружения канализации для города Жабинка, мощностью 3000 кубических метров в сутки. И также в рамках данного проекта была проведена работа по обустройству экологической тропы, на которой мы сейчас находимся. Проект уже подходит к завершению, но уже даже в данный момент можно видеть результаты нашей работы, вот эти прекрасные инсталляции, которые позволяют посетителям любоваться, наслаждаться нашей природой. Уже сейчас экологическая тропа становится не только и не столько туристическим объектом, ведь сюда приезжают и в рамках различных образовательных проектов, а также с целью проведения эколого-биологических исследований. Я работаю в представительстве программы «Польша, Беларусь, Украина» в городе Бресте. И мы проводим мероприятия, мы проводим финал трансграничной образовательной кампании для школ. В финал у нас вышло 8 школ. И сегодня мы посещаем проекты, которые реализовывались в рамках программы на территории Брестской области. И в том числе данную экологическую тропу в непокойщице. Мы хотим, чтобы дети, потом работая в проектных командах, в проектных группах, они создали свои продукты, которые помогут в какой-то степени рекламировать данные проекты. Мы здесь не первый раз, потому что мы посещаем все проекты, которые реализуются на территории Беларуси. Мы очень рады этим результатам, которые мы видим. Мы рады, что создана такая прекрасная тропа, которая позволит людям здесь отдыхать, посещать, ездить на велосипедах, знакомиться и с редкими видами растений, и насекомыми, и просто дышать свежим воздухом. Лесной пруд и его обитатели, зеленая школа, лесной ксилофон, сенсорная площадка, бювет чистой воды. Лишь несколько стоянок на пути следования пешего маршрута. Два с половиной часа посетители смогут наслаждаться единением с природой и делать новые открытия. Мы же не сомневаемся, что гости и жители Брещины по достоинству оценят эту же мчужину Полесье. И она станет одним из брендов и любимых туристических мест региона. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Facebook, Instagram, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Я Ирина Левчук. Желаю вам добрых новостей о ваших домах. И, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова